Возрождение культурно-исторического наследия Возрождение культурно-исторического наследия Возрождение культурно-исторического наследия Возрождение культурно-исторического наследия Примечательность этого здания заключается в том, что, во-первых, на его фоне находится бюст Иван Алексеевичу, знаменитому директору завода А кроме этого, через эту проходную проходили тысячи и тысячи людей как на работу, так и с работы, вот как раз по Зиловскому бульвару То, что первоначально планировалось в здании проходной сделать музей, это хорошо Но, к сожалению, по каким-то независимым от нас причинам, это решение превратилось в то, что эту проходную продали частному владельцу под ресторанный бизнес Это особенно, я считаю, крамольно звучит, потому что делать ресторан в таком памятном месте крайне негативно Поэтому, как минимум, мы считаем правильным сохранить фасад этого здания Сохранить ордена, пять орденов завода, которые заслужены и которые являются подтверждением определенным Зиловской истории И вкладом Зила в историю страны А кроме этого, так сказать, пересмотреть функционал этого здания То есть, делать кафе, ресторан или столовую в этом месте, я считаю, что, так сказать, крайне неправильно Я живу недалеко от района Зила и в детстве, я помню, как нас из школы водили на экскурсии именно в музей Зила Рассказывали о производстве, о нашей индустрии И действительно, мы еще маленькие были, чувствовалась какая-то гордость за страну И я не мог тогда предположить, что пройдет там 20-30 лет И этот музей просто-напросто выкинут из того здания, которое он занимал, это здесь рядом На его месте откроется совершенно другое заведение А коллекцию музея энтузиастам придется, ну, буквально спасать И она сейчас, ну, частично находится в частных каких-то коллекциях, частично вообще не выставляется Это ненормально Поэтому я считаю, если сегодня речь идет действительно о суверенитете страны Об импортозамещении, о возрождении нашей индустрии Просто обязанность московских властей возродить этот музей именно здесь На исторической территории Зила, не где-то на задворках Это сделать элементарно, нужна просто здесь политическая воля, государственная воля Чтобы действительно новые поколения нашей молодежи могли приходить, смотреть на эту выставку И иметь представление, как наша страна развивалась, какие были достижения в индустрии Потому что ЗИЛ – это символ советской страны Сегодня на этих ЗИЛах, хотя они давно уже не выпускаются До сих пор очень многие ездят по стране В зоне спецоперации эти ЗИЛы работают еще на износ Принося благо нашей Родине Поэтому, конечно, вот эта политика последних лет по деиндустриализации Изобвению исторической памяти, ее надо прекращать И музей нужно восстанавливать Все исторические культурные объекты на этой территории сохранять Приводить в порядок Хватит все это превращать в какие-то притоны, кабаки, рестораны Уже просто от этого тошнит Вот мы сейчас вспоминали, что, так сказать, из крупного выпускал завод Это, так сказать, не только грузовые автомобили Это и автобусы, это и велосипеды, это и холодильники, безусловно Это и СВЧ, это и специальный транспорт И военный специальный транспорт для перевозки разных грузов И специальный транспорт для спасения наших космонавтов Это знаменитый вездеход, который, кстати, сохранился в частных коллекциях А история музея Зила Вы сами видите, что вместо музея музей хоккейной Зила Музей хоккейной славы Безусловно, это тоже важно, нужно Но не подменяя, наверное, все-таки одно другим Я абсолютно уверен, спасти эту историю может только полный мораторий на строительство коммерческого жилья И мораторий на перепрофилирование промышленных территорий Нужно переосмыслять подходы к экономике Нужно переосмыслять полностью всю промышленную политику И только таким образом, причем самое интересное Есть абсолютно точные инструменты Можно сделать и большой фонд поддержки промышленности Насытив его до 100 миллиардов рублей При условии того, что у Москвы бюджет 4,1 триллиона рублей Вся доходная часть бюджета Российской Федерации 29 триллиона Просто вдумайтесь, одна шестая часть всего бюджета Она сконцентрирована в Москве Есть возможность сделать офсетные контракты Фактически из бюджета 4,1 триллиона рублей Где-то около триллиона и 400 миллиардов То есть 1,4 триллиона рублей Это деньги, которые тратят на госмуниципальные закупки Москва постоянно что-то закупает Но мне кажется, пока мы будем постоянно закупать у китайских партнеров Значит, нам через Турцию будет через серый импорт Постоянно вести какие-то непонятные товары И мы не будем отдавать эти заказы своей промышленности Через офсетные контракты То, конечно, все вот эти вот истории А значит, что мы там 10-й год встаем с колен Значит, мы что-то там развиваем Мы развиваем импортозамещение, промышленность Это всего лишь слова, которые подкреплены вот такими действиями Когда у нас бесконечные стройки, стройки, стройки в Москве Это бесконечная коммерция Исключительно рестораны, сфера услуг И бесконечное коммерческое строительство Тема экономики и промышленности Я абсолютно уверен, должна выходить на передний план Особенно тогда, когда у нас, значит, на протяжении последних 30 лет На нас лился дождь из нефти доллара А мы все, значит, надеялись у кого-то, у какой-то страны Что-то где-то купить Так не будет Поэтому, друзья, если мы понимаем, что наконец-то начались изменения Изменения в первую очередь нужно начинать с экономического сектора И сектора промышленности Ходила еще ребенком в дворец культуры ЗИЛ На елке Детей своих уже в наши годы, извиняюсь, не в советские Я возила в пионерский лагерь ЗИЛ И они были очень довольны Потому что в управе нам давали туда путевки, ну, как бы по знакомству Потому что ЗИЛ уже не существовал То есть ЗИЛ для нас, для меня это жизнь моих родителей Конечно, не моя У меня была другая Отец меня звал на ЗИЛ Чтоб я тоже там работала Я хотела бы пойти Но мне сейчас стыдно об этом говорить Я не могла так рано вставать, как вставал он Он вставал очень рано И мы с мамой тоже удивлялись Как можно каждый день так вставать Ну, вот потому что, когда любишь свою работу Свой коллектив Вот, он, конечно, поэтому все это мог делать Мне можно сказать А как же здесь сохранять? Производство упало Ну, во-первых, оно упало из-за неквалифицированного руководства Раз Второе Из-за нежелания Мне сколько не рассказываете, что это случайно вот продано было под ресторанные цели А я скажу Это преднамеренность Это не просто сделка по недомыслию Это преднамеренное уничтожение части этого символа Это символ могущества нашего государства Во всем мире знают, что автомобилестроение, авиационное строение Это и есть мерило мощи государства Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok